Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших программ про институты и факультеты Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях директор Института Физики Сергей Иванович Никитин. Здравствуйте, Сергей Иванович! Добрый день! Большое спасибо, что пригласили. И мы начнем нашу программу, начнем с первого вопроса. Все-таки, более общий вопрос будет, понятно, что мы так или иначе к нему вернемся еще в следующих наших вопросах. Чем же все-таки Институт Физики так отличается от других вузов по России, ему подобных? То есть, я имею в виду, занимающихся наукой как физикой, как наукой. Первым, прежде всего, следует отметить то, что физических институтов в России и в Советском Союзе раньше всегда было очень много. Поскольку необходимость новых технологий, необходимость понимания тех или иных физических явлений, их применение, все связано с физикой. И начиная с, наверное, начала 20 века, тот физмат, который был, потом он стал физфаком, потом уже институтом физики, занимает свое определенное место. И, конечно, прежде всего, это место определяется теми научными школами, которые сформировались в течение длительного времени в нашем институте или на нашем факультете. Это, прежде всего, школы магнитного резонанса, школы гравитационная школа, астрономическая, астрофизическая школа, радиофизическая школа. Но отсюда, поскольку образование студентов, оно невозможно без хорошо подготовленных кадров, и эти кадры обязательно должны заниматься наукой, то вот это и есть определяет основные те направления подготовки, которые мы ведем в настоящее время в нашем институте. Ну, если мы же обычно как сравниваем все-таки со столичными вузами, да, столицей. То есть, понятно, что в Нижнем Новгороде есть достаточно хорошая школа, Новосибирск, но когда мы говорим, в чем отличие, мы когда-то всегда как бы испытывали, понимаем, что это все-таки столичные вузы. Почему наши обычно многие сильные ребята стараются уезжать ведь туда? И поэтому хотелось бы вот понять все-таки, в чем Казанский университет в области физики, вот по качеству образования, как бы на ваш взгляд, он вот в своих этих областях, которые вы обозначили, насколько он силен? Ну, попробую сказать прям последовательно, так укрупненно по направлениям подготовки. Если говорить о таком редкой специальности, касающейся космологии, то теории относительности, то у нас единственная кафедра была в Советском Союзе, сейчас в России, которая готовит специалистов в этой области. И наши студенты, выпускники бакалавриата, они, так сказать, проходят и обучение и в других московских вузах, и за рубежом, и они очень востребованы. Если говорить о, скажем, таких направлениях подготовки, где мы заметно пересекаемся с московскими вузами, то надо сказать следующее, что, во-первых, ну, наверное, я скажу на своем примере, как-то в жизни моей получилось так, что я, когда писал дипломную работу, я жил вместе с студентами МФТИ и считался дипломником МФТИ, поскольку в то время нельзя было получить по-другому место в общежитии. Я бы сказал так, что и как с того времени, так и ощущаю сейчас, что наши студенты получают те же самые возможности, поскольку я лично в своем примере убедился, что я знаю не меньше, у меня не было никаких проблем общения с студентами МФТИ, мы понимали друг друга. И, на самом деле, эта точка зрения, что где-то там очень хорошо готовят лучше, чем в Казани, или, я имею в виду, наш институт, она, вообще говоря, так сказать, мне кажется, достаточно ошибочной. Что касается преимуществ, ну, во-первых, надо сказать следующее, что даже если смотреть по поступлению, то ряд московских вузов дает общежития, если там суммарный балл ЕГЭ превышает определенный уровень. Они поступают, но после этого они должны находить квартиру, место. Это затраты, безусловно. Это, безусловно, затраты. Очевидно, да. И к нам очень часто в приемную кампанию эти студенты возвращаются обратно к нам. Второй момент. Все равно Казань – это город, или даже, скажем так, Казанский университет – это университет, который обеспечивает всему первому курсу настолько шикарные условия проживания, что достаточно сложно сравнить с другими московскими вузами. Если говорить о финансовых затратах, то, естественно, провинции существенно меньше. Жить полегче. То есть цена-качество, мы говорим об этом. Цена-качество, да. Ну, и я бы и выделил, наверное, еще один аспект. Если ребята все-таки хотят получить дипломы, скажем, московских каких-то, ну, или Санкт-Петербургского университета, или там каких-то других вузов, дипломы, то прежде всего я бы советовал пойти бакалавриат у нас, дали более четко определиться, какую же им специальность надо. И продолжить обучение магистратуры это и спокойнее родителям, они более взрослые, они умеют уже определиться в своей жизни. И на самом деле многие студенты у нас так и поступают. Казанский федеральный университет в 2010 году выбрал себе приоритетные направления, определил. И среди них вот как раз и инфокоммуникационные, и космические технологии. Далее программу, которую разработал, ввел в действие правительство России, ввело это ТОП-5100, в которые вошли где-то 21 вуз, насколько я помню. И в числе них Казанский федеральный университет, эта программа рассчитана была на повышение конкурентоспособности. И в связи с этим, вот это же приоритетное направление уже в рамках ТОП-5100, оно стало называться у вас астровызовом. Вот как-то можно рассказать, как вот эти вот направления, насколько они влияют на обучение студентов? Как студенты в этом задействованы? Задействованы ли вообще? Пожалуйста, вот если можно было подробнее об этом. А вопрос вы задаете достаточно объемный, поэтому я постараюсь последовательно отвечать. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, что такое астровызов. Значит, в английском варианте это астрочеллендж. Да, да. Это прежде всего все то, что мы можем связать с исследованием дальнего, ближнего космоса, применение результатов космической деятельности во все виды нашей человеческой деятельности, народного хозяйства. В том числе, так сказать, и навигация, и мониторинг различных процессов на поверхности Земли. Значит, если говорить о том, как мы здесь работаем, ну, во-первых, база была, это астрономическая база, база была наша космология, это дальний космос. Значит, достаточно много мы сейчас работаем по наблюдению за спутниками. Вот у нас есть специальное оборудование, есть, так сказать, технологические проекты, которые используют результаты космической деятельности. Если говорить о том, как это в первую очередь сказывается на образовании, здесь надо выделить два момента. Первый момент – это, во-первых, мы привлекаем в рамках этого проекта ведущих ученых в этой области, и студенты имеют возможность из первых уст услышать те лекции, когда люди открывали что-то. Я, например, могу сказать всем хорошо известный эффект Сюняева-Зельдовича, когда приезжает Сюняев, академик Сюняев, он и читает лекцию нашим студентам, когда это все звучит из первых уст, это, ну, совсем другое. Ну, это шикарно, конечно, безусловно. Это совсем другое. Это касается, ну, ряда всех направлений, в том числе и по космологии мы сотрудничаем с академиком Старобинским, он тоже читает лекции нашим студентам, мы проводим специально школы молодых ученых. Это одна сторона, то есть чисто образовательная сторона. Вторая сторона, она связана с тем, что все наши студенты, начиная со старших курсов, они могут принимать активное участие в научной деятельности. То есть, по сути дела, в рамках нашего института очень многие студенты получают возможность коснуться тех научных высот, которыми мы занимаемся, и, естественно, надо сразу сказать, что это не бесплатно. Студенты работают по нашим проектам, и мы в этом крайне заинтересованы, поскольку в этом случае студент и учится у нас, и зарабатывает у нас. То есть, студент получает деньги, реально? Конечно. Еще, Сергей Иванович, наверное, нельзя обойти внимание инфраструктуру, ведь у вас и мы планетарий, да, и телескоп в Турции. Вот об этом, пожалуйста, как-то поподробнее, то, что вы реальны, чем вы владеете. Нет, ну, на самом деле, астрономия, поскольку она, наука достаточно дорогая, и, так сказать, каждый, особенно в последние годы, когда, так сказать, маленькие телескопы уже не дают той научной информации, наверное, надо начать с истории, что первая астрономическая обсерватория, городская она называлась, была в Казани, стоит, так сказать, во дворе Казанского университета. Кафедра, где располагается. Кафедра располагается в настоящее время кафедра астрономии и космической геодезии. В конце 19 века уже из-за подсветки, из-за смога, который был тогда в центре города Казани, наблюдения стали невозможны. Уже тогда экология была не очень. Ну, это очевидная вещь, значит, все переехало у нас в обсерваторию, которая была построена под Казанью, в 25 километрах, наверняка все знают станции обсерватории, когда едут по железной дороге, там она была введена в эксплуатацию в 1901 году, называется она астрономическая обсерватория имени Ингельгарда, но, к сожалению, опять и город и сюда приблизился, и поэтому все наше оборудование, я имею такое настоящее научное оборудование, оно расположено за пределами Казани, значит, у нас установлен полутораметровый телескоп на горе в Турции, в Анталье, и прежде всего это связано с тем, что когда есть хорошее условие или хороший астроклимат, как говорят, тогда, когда порядка 300 ночей в год можно наблюдать, а это означает, что когда мы имеем дорогостоящие оборудования, мы можем его эффективно использовать. Сиганыч, это же, по-моему, единственный случай в России, чтобы университет, Академия наук, совместный проект такой с Турцией, это единственный такой случай в России, и для России это уникальная ситуация, для Европы это достаточно типичная ситуация, потому что многие европейские обсерватории имеют свои телескопы, скажем, в Чили, там, где в Андах есть тоже замечательные условия для наблюдений, то есть там достаточно много телескопов уже в Чили. Значит, и у нас также есть наше астрономическое оборудование, в том числе и новый телескоп, который называется «Мини-Мега-Тортора», который установлен на нашей станции рядом с специальной астрофизической обсерваторией Российской Академии наук. Вот такое название «Мини-Мега-Тортора». Да, как противоречивое название. Да, значит, во-первых, кажется, оно, с одной стороны, противоречивое, а потом, может быть, немножко незнакомое такое слово «Тортора». Значит, «Тортора» – это означает птичка, которая очень быстро может крутить головой. То есть этот телескоп может очень быстро следить за объектами, как вот эта птичка «Тортора». А «Мини-Мега» – это означает следующее, что на самом деле телескоп у нас состоит из девяти небольших телескопов, которые полностью роботизированы и управляются компьютером. Исходно мы задумывались сделать не девять, а больше телескопов включить. Поэтому получилось так, что у нас и не «Мини», и не «Мега». А вот место среднее, на что у нас хватило средств, когда мы строили этот проект. И надо сказать, что это проект совместный. То есть это не где-то купленное оборудование. Оно делалось сотрудниками, в том числе, Казанского университета. То есть это на самом деле, так сказать, очень уникальный проект. И я надеюсь, что нам удастся, поскольку на данный момент этот проект, по всей видимости, изменил отношение к такого рода системам в мире. Американцы начали строить такие системы, когда увидели, что наш телескоп, таким образом сделанный, он чрезвычайно эффективен. То есть это ноу-хау своего рода? Это свое время ноу-хау. Но есть... Вот в чем проблема. Проблема в том, что получается очень большое количество информации. И для того, чтобы ее хранить, это ее хранить невозможно. Мы собираем за ночь терабайты информации. Мы разработали специальный программный продукт, который позволяет увидеть, что на небе есть интересного, определить то ли иной спутник, звезду, какой-то метеор и так далее. И только хранить эту информацию. Значит, работаем мы по прикладным вещам с Роскосмосом. Занимаемся в данном случае и такой большой астрофизикой. Недавно, в конце 1917 года вышла статья. Реальные наблюдения были год назад, поскольку необходимо время на публикацию. Тогда, когда сотрудничали с другими телескопами, нам удалось пронаблюдать весь процесс вспышки сверхновой. И в результате в Nature Astronomy эта статья была опубликована в конце прошлого года. То есть это журнал, ведь, очень достаточно высокого уровня, насколько я понимаю. Выше него есть только журнал Nature, который общий, не специализированный. И уже научно-популярный журнал Science. То есть это достаточно очень престижный. Это очень престижный журнал. В нашем институте порядка двух-трех статей в год публикуются в специализированных журналах Nature Physics, Nature Nanotechnology и Nature Astronomy. Вот это те области, в которых мы работаем. Это действительно очень престижно. И поэтому процесс публикации идет заметно достаточно длительный. Возвращаясь к телескопу, могу сказать следующее. Надо подчеркнуть, что эта работа как технологическая с точки зрения разработки таких телескопов, и мы здесь ведем работы, так и она астрономическая с точки зрения наблюдений. И есть возможность использовать этот телескоп в том числе и нашими студентами из Казани. Есть удаленная точка доступа. Образовательный элемент. Есть образовательный элемент, когда мы можем, не выезжая на Северный Кавказ, по определенным задачам наводить этот телескоп и оказывать наблюдения непосредственно из Казани. Это здорово. Ну и вот полутора метровый телескоп, который установлен в Турции, он тоже задействован в многих международных проектов. Но, по-моему, лучше об этом отдельно поговорить, поскольку это тоже не одна минута. Своя отдельная тема. Своя отдельная тема, да. И уже говоря об астрономии, о всем остальном, то есть и касаясь инфраструктуры, конечно, планетарий сразу же мне приходит в голову, тем более про образовательную часть, вот про студентов мы говорим. Пожалуйста, если можно тоже поподробнее, как используется он, как он функционирует. Начну с того, что планетарий строится в настоящее время чрезвычайно много вообще в мире. И использовать планетарий практически сугубо под образовательные цели, вообще говоря, большой такой рисковый шаг со стороны Казанского университета. Уверенности в том, что это заработает, и это получится, не было. Поскольку во многих случаях это такие полнокупольные фильмы на большом сферическом экране и так далее. Но нам все-таки удается этот проект реализовать. То есть планетарий у нас работает. Значит, что там? Прежде всего, это образовательная деятельность для школьников. Разработаны специальные курсы. Они сейчас изменены в рамках того, что астрономия введена в школу, когда по всем разделам учебной программы, которая в данный момент принята в школьной астрономии, есть лекции преподавателей. И каждая лекция сопровождается демонстрацией, либо используя так называемую звездную машину, когда мы можем увидеть звезды, которые будут на небе в том или ином полушарии, в том или ином месте в какое-то время года, в какой-то промежуток времени, используя возможности цифрового кино. Это образовательная программа. Второй момент, мы сами готовим тоже цифровые фильмы для школьников. Вообще, говорят, что начинать образование о том, что такое астрономия, что такое звезды. Наша точка зрения, надо смотреть во четвертого класса. И вот такого фильма для детей мы делаем даже сами. И вот наши ребята, последний фильм, который они подготовили, он занял призовое место на фестивале фильмов для планетариев, который был в Калуге, на базе Калужского планетария. То есть, это еще одно направление деятельности. То есть, мы начинаем с возраста, наверное, реально дошкольного. Сейчас вот у нас планетарий, он носит имя дважды героя Советского Союза, Алексея Архиповича Леонова. Он приезжал отсюда. Он приезжал, так сказать, и благодаря отчасти ему, мы поддерживаем с ним достаточно тесную связь. Что-то удается реализовать, какие-то образовательные программы. У нас есть экспонаты. Более того, что уже последний год с нашим планетарием тесно сотрудничает председатель общества ветеранов космонавтики Игорь Иванович Кореной. И благодаря ему, вот сейчас ряд экспонатов мы тоже недавно получили в наш планетарий. То есть, это такая вот чисто образовательная деятельность, которую мы ведем. На самом деле, не очень все просто, когда мы говорим только о знаниях. Поэтому мы стараемся использовать всяческие возможности. Также у нас есть отдельная программа переподготовки учителей физики в учителя астрономии. Это тоже сейчас актуально, поскольку тогда, когда астрономию в школу ввели, ее не было. Кто-то должен преподавать, преподавателей нет. Отдельного преподавателя тоже не будет. Поэтому мы занимаемся переподготовкой учителей физики, так, чтобы они могли преподавать астрономию в школе. Это отдельная программа. Насколько я знаю, это же ведь тоже единственный планетарий в России, который находится именно в составе университета. Да, вот я в этом смысле и сказал вам, вы понимаете, что в чем рисковый проект. Если мы университетом занимаемся образовательной деятельностью. Да, конечно. Деятельность, связанная чисто, так сказать, с культурной деятельностью, она, в общем-то, может быть составной частью, но не основной частью для университета. Поэтому, да, мы действительно единственный планетарий в России, который входит в состав ВУЗа. Это, с одной стороны, и обязанности достаточно большие, но и, с другой стороны, для нас это тоже и честь, и мы стараемся держать марку Казанского университета. Ну, и есть еще немаловажный момент. Все преподаватели Казанского университета читают лекции и так далее. То есть это уровень достаточно высокий. Да, конечно. Это немаловажный аспект. Вот мы уже касались космологии, касались всех инфраструктур, и все инфраструктуры, которые так или иначе с астрономией связаны, со всем. А вот вы же уже в прикладном порядке в этом островызове работаете, да, и в том числе с Ростехом вы работаете. Вот в этой части тоже, пожалуйста, если можно, в какую часть студенты как-то там тоже. Это имеет отношение, или все-таки это отдельные проекты, гранты, хоздоговора? Ну, смотрите, так сказать, естественно, это проекты, но то, что у нас есть учебно-технологический центр КФУ Ростех, он так и называется учебно-технологический. Это означает, что в рамках этого центра мы имеем возможность обучать студентов, для нас как бы важны прежде всего студенты, но так, так сказать, и сотрудников там всех предприятий Ростеха, работе принципом устройства, работе современной контрольно-измерительной радиоэлектронной аппаратуры. И благодаря вот такому сотрудничеству у нас есть возможность иметь эту аппаратуру, иметь самую последнюю, самую современную аппаратуру, наверное, так сказать, той, которая не на всех предприятиях Ростеха есть. Это одна сторона. Это непосредственно образовательный процесс. Вторая сторона, когда мы работаем по прикладным проектам, по прикладным проектам. Работы, на самом деле, так сказать, например, у нас проект по беспилотному КАМАЗу. Значит, ну, очевидно, что тогда, когда у нас большие проекты, это значит, что нужно достаточно большое количество людей, которые могут реализовать этот проект. И прежде всего, кто? Ну, это наши студенты старших курсов, наши молодые сотрудники, которые позволяют нам это дело и совершить. Преподаватель, который занят чтением лекций, там, написанием каких-то проектов, еще что-то, это не может быть центральной силой. Он может быть идеологом, организатором, но работают в основном студенты, аспиранты, ну, и молодые сотрудники. То есть они включены в этот процесс уже непосредственно? Ну, вот без них это просто было бы невозможно. То есть в этом смысле это преимущество вуза. То есть нам достаточно, ну, нам, скажем так, существенно легче создавать такие молодые коллективы, чем, скажем, институтом Академии наук. Ну, понятно. Беспилотникам, вот вы сказали, это достаточно интересный проект, это же тренд своего рода сейчас в автомобилестроении. Каковы там, на самом деле, перспективы? Могли бы вас что-то сказать? Значит, я скажу так. Ну, все слышат о том, что, так сказать, ряд там фирм занимаются созданием, разработкой, уже тестированием беспилотной техники. Но есть проблемы, которые абсолютно не решены. Например, проблема связана с тем, что координаты положения автомобиля, они определяются, по сути дела, по GPS-координатам. Представим себе, что по каким-то причинам мы полностью теряем связь со спутником. В этом случае такой автомобиль, и тот же самый автомобиль Илон Маска, он остановится. И это зашито в его программе. Мы строим, так сказать, системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши, так сказать, разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну, скажем так, накопленная погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Вот это принципиально важно. Тогда, когда все машины остановятся по какой-либо причине. Это может быть поломка спутника, это может быть, так сказать, специальное выключение, так сказать, спутника в определенных ситуациях, которые тоже... Такое тоже возможно. Такое тоже может возможно быть. Может быть, да. И вы понимаете, что если мы пользуемся GPS, то, значит, зависим, так сказать, от... GPS. У нас же есть ГЛОНАСС. Ну, у нас есть ГЛОНАСС, но то же самое может быть что-то случится. Поэтому вот то, что мы делаем, это прежде всего направлено на то, чтобы в тех ситуациях, когда это невозможно по ГЛОНАССу и GPS, либо... Ну, а когда это невозможно? Это либо гористая местность, либо лесистая местность. По какой-то причине нет сигнала. Вот в этом случае это и есть наше ноу-хау. То есть, вот почему, собственно говоря, на самом деле, когда есть достаточно много разработок, КАМАЗ выбрал Казанский университет. Это причина в том, что есть... Может быть, потому что выпускник физфака, генеральный директор Кагогин... Вы знаете, так сказать, когда... Я шучу, конечно. Может быть, где-то это и сказалось бы при прочих равных условиях, но бизнес есть бизнес, результат есть результат, да? Да, конечно. Да, так сказать, Кагогин заканчивал кафедру радиоэлектроники. Как и ректор, собственно говоря, Казанское федеральное университет. Да, ректор Казанское университет, заканчивал кафедру молекулярной физики в свое время. Но к этому вопросу, сколько выпускников, где работают, можно отдельно. А мы уже подходим к нему, кстати говоря. Ну, вот на самом деле, именно благодаря тому, возвращаясь, заканчивая, вернее, тему беспилотного КАМАЗа, то, что мы имеем некие наработки, которые... Гоу-хау, те, которые запатентованы, и можем, так сказать, решать те задачи, которые у других не решены. Вот это самое, так сказать, основное. Это не есть повторение чего-то другого. Ну, кстати, для меня это еще новость. Вот то, что вы от GPS и ГЛОНАССа не будете в какой-то части не так зависимы, то это, конечно, да. Это принципиальная вещь. Это достаточно круто, я бы сказал так, говоря по-молодежному. Да. Ну, и все-таки давайте тогда мы придем, раз мы уже начали, про дальнейшую судьбу студентов. Мы вспомнили про именитых выпускников, которых можно как бы приводить в качестве примера уже. Как все-таки, где видит себя дальнейшую свою жизнь профессиональную, закончив институт физики выпускник? Ну, вот, вы задаете очень такие всегда объемные вопросы. Я попытаюсь как-то на них ответить, опять-таки, по пунктам. Ну, давайте начнем с чего? С того, что, во-первых, за последние, ну, скажем, 10 лет структура образовательных программ института физики, она изменилась. То есть мы понимаем, что мир вокруг нас меняется. И мы прежде всего вводили, так сказать, ряд новых специальностей, прежде всего инженерных специальностей, для того, чтобы в нашем изменяющемся мире, который требует высоких технологий, наши ребята находили рабочие места. Так мы открыли специальность биотехнической системы и технологии. То есть все, что связано с разработкой эксплуатации всевозможного медицинского оборудования. Так мы открыли специальность нанотехнологии. Все, что связано с разработкой каких-то, так сказать, технологических процессов, которые основаны на квантово-размерных эффектах, скажем так, таким языком. Мы открыли такую специальность, как инноватика, для того, чтобы уметь применять наши знания. Вообще говоря, кажется, что эта специальность, она, с одной стороны, больше привязана к экономике, к бизнесу. Но мы эту специальность открыли у себя по той простой причине, что невозможно двигать какой-то проект, если не понимаешь его сути. Поэтому для того, чтобы понять суть, надо знать физику, надо знать математику и быть уверенным в том, что вот тот проект, который ты двигаешь, он действительно чего-то стоит. Для этого надо уметь в нем разобраться. Такая специальность инноватика. Есть специальность космической геодезии, тоже прикладная специальность, которая сейчас очень востребована. Она тоже востребована, как строительство, какого всех делах. Да, и надо сказать следующее, что в рамках всех современных трендов, в том числе то, что мы говорим сейчас о цифровой промышленной революции, мы используем самые современные оборудования, я имею в виду, и данные со спутников, и получение дополнительной информации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все это мы используем для того, чтобы получать суперточные координаты, для того, чтобы выполнять те задачи, которые есть у промышленности в настоящее время. И всему этому мы учим наших студентов. То есть наши студенты, приходя иногда на реальные предприятия, говорят, ну, на таком оборудовании мы работать не хотим. У нас учили совсем другому. Понятно, да. Поэтому вот говорить так, значит, что отвечая на ваш вопрос, где находят работу, то есть есть у нас, скажем так, традиционные специальности, это физика, радиофизика, которые направлены на, в общем-то, преимущественно на фундаментальные области исследований. Есть инженерные специальности, которые направлены непосредственно на... На самом деле, Сергея Иванович, я бы даже сказал несколько по-другому. Для меня вот Институт физики – это вообще тренировка интеллекта. И, по сути, закончив Институт физики, человек может найти себя в гуманитариях точно. У нас даже Институт философии и социологических наук возглавляет Щелкунов. Михаил Петрович Щелкунов тоже был выпускником нашего факультета. Абсолютно так. То есть, поэтому в этой части, как бы, мне кажется, что это... Он всеяден, по сути, будет, если можно так выразиться. То, что вы затронули, значит, здесь, на самом деле, надо отметить вот что, что у каждого есть своя система образования. Наша система образования, я имею в виду, нашего Института, прежде всего, строится на постоянном решении задач. То есть, это решение задач при изучении каких-то курсов, дисциплин, это курсовые, дипломные работы. В результате у наших студентов, выпускников формируется такое аналитическое мышление. И поэтому разница большая, так сказать, работать философом, аналитиком в банке или кем-то, они на это способны. Вы жестко выстраиваете логическое аналитическое мышление. Да, я согласен. Это самое... Это немножко люди уходят в сторону, но... Даже если смотреть на тех людей, которые, в общем-то, совсем ушли от каких-то точных наук, скажем, Эдуард Трескин, тоже выпускник нашего института, солист в прошлом пражской оперы, сейчас солист нашего оперного театра, в общем-то, когда он начинает что-то выстраивать, у него все равно проявляется тот аналитический ум, который мы учили, пока он был студентом нашего философии. То, что уже было выстроено, я согласен, это остается на всю жизнь. Это остается на всю жизнь. Это заметно даже вот среди оперных певцов, скажем, естественно. Но есть и непосредственно места, где наши ребята работают, они очень востребованы на Западе и в разных, так сказать, центрах мировых, и в мировой науке. Мы перешли, кстати, как раз к вопросу глобальной вообще науки, то, что она становится сегодня глобальной, и еще к тому же физики в том классическом понимании, в советском, каким они были, уже размываются, они становятся междисциплинарными. Вот вы, кафедра медицинской физики у вас есть, да, химической, то есть вы участвуете в разработках медиков тут же у нас в университете. Вот как бы об этом, если можно, вот эти междисциплинарности и участие в глобальных вот этих вещах. И мы придем также к двойным дипломам. То есть вот то, что вы мне говорили, перед этим мы с вами разговаривали. Вот смотрите, когда мы говорим о том, как будет развиваться какая-либо область науки, естественно, прежде всего она будет развиваться по междисциплинарным направлениям. Очевидно, что биология... Но это тренд сейчас такой, очевидно, да. Это тренд, это необходимость жизни. То есть если мы хотим понять, то есть можно в биологии ловить бабочек, а можно понять какие-то процессы. Процессы понимаются, так сказать, поскольку все процессы так или иначе связаны с физическими законами, только они существенно более сложные в биологии, да. Значит, мы должны здесь в любом случае все науки, они становятся междисциплинарными. Это как бы абсолютно очевидно. Да, это безусловно. Это уже, да, сейчас... Если говорить о том, как правильнее подключаться к междисциплинарным исследованиям, то, ну, казалось бы, очевидным первый путь, когда наши, так сказать, сотрудники, научные сотрудники, преподаватели, ну, включаются в какие-то проекты. Здесь, с одной стороны, это возможно, с другой стороны, ну, у всех людей уже сформировались свои интересы. Поэтому мы идем и по второму пути, формирование непосредственно кадров для междисциплинарных исследований. А для того, чтобы это сделать, мы делаем специализированные кафедры. Поскольку на пути уже, так сказать, тогда, когда студенты получают образование, они, по сути дела, выходят на уровень междисциплинарных исследований. На уровень междисциплинарных исследований. Естественно, ну, везде есть свои специализации, везде есть свои специализации. Но одно из направлений, вот то, что вы упомянули, медицинская физика, такое направление подготовки у нас было, ну, примерно, там, 18-19 лет. И последние, вот, два с половиной года мы уже создали отдельную кафедру. Для того, чтобы, ну, в одном месте ранее, так сказать, этим, подготовкой студентов по этому направлению занималось пять кафедр. Сейчас мы усилия консолидировали в рамках одной кафедры. Поскольку, ну, потребности все больше и больше, и в этом случае стала необходимость организации специализированной кафедры. Здесь надо еще отметить следующее, что, ну, мы, кроме, так сказать, чисто кафедральных вещей, создаем научно-образовательные центры для тоже решения междисциплинарных задач. В том числе, там, международный центр магнитного резонанса, есть у нас центры квантовых технологий, тоже все направлено. А вот, как раз говоря об этих международных центрах, то есть мы, по сути же, можем говорить, что выпускник, не обязательно ему и уезжать куда-то, то есть участвовать в научных проектах. У вас же как раз сейчас достаточно серьезные там проекты, связанные международным значением, вот, и касаясь астрономии в том числе. Вот, смотрите, здесь, значит, ну, с моей точки, самый принципиальный момент, когда молодой человек думает о том, где ему работать, первым определяющим фактором является возможность реализовать ему свои амбиции. А это означает, ну, естественно, так сказать, есть финансовые вопросы, это, как бы, очевидные вещи, но вопрос, обладаем мы ли тем оборудованием, есть ли у нас какие-то возможности такие, которых нет в мире. И это, и насколько мы интегрированы в мировую науку. Все этим определяется. И по ряду направлений у нас есть центры, которые, ну, абсолютно, так сказать, ни в чем не уступают, а во многом превосходят те центры, которые находятся в различных странах. Если говорить, ну, в качестве примера, там, у нас есть совместная лаборатория, лаборатория, ну, такое сокращенное название КФУ «Рикен». «Рикен» – это, ну, вуз, ой, извиняюсь, это институт физико-химических исследований, ну, подобный, физико-химических исследований Японии, подобный нашей Академии наук, то есть, который распределен по многим городам. Вообще, это мировой научный центр, насколько я знаю. И институт физики с Японии начал сотрудничать именно с институтом физики, именно с Дмитрием Альбертовичем Тайорским тогда, я помню, насколько, да? Ну, немножко, так сказать, эта история начиналась до еще Дмитрия Альбертовича. Дмитрий Альбертович тогда еще был... То есть, первый шаг у нас был сотрудничать с университетом Канадзавы по приглашению профессора Теплова, это 88-й или 89-й год, у нас впервые приехал японский профессор, он был месяц в нашем университете. Вот постепенно, так сказать, началось с Канадзавы, потом Рикен, но вот и сейчас вы знаете, что вот наш университет вместе с Министерством Канадзавы выиграл проект по обмену студентов. То есть, это длительная вся история. Мало того. А Дмитрий Альбертович там тоже продолжал уже, так сказать, с традицией после того, как Михаил Александрович, к сожалению, умер достаточно рано, и там Дмитрий Альбертович очень много продолжал. И программы двойных дипломов, ну, прежде всего, мы начинали не с двойных дипломов, а с двойных защит, то есть, есть PHD Японии, значит, есть степень кандидатов из МАТ-наук России. Вот с этих работ мы начинали. Но вот если говорить такой вот сейчас модный тренд, двойные дипломы. Да-да. С одной стороны, это действительно, так сказать, на слуху, порой хочется, так сказать, этим делом заниматься, но есть и положительное, и, так сказать, ну, скажем так, не то, что отрицательное, а может быть лишняя сторона этого вопроса. В чем это связано? Значит, во-первых, тогда, когда мы говорим о двойных дипломах, это прежде всего студенческой мобильности. Это надо понимать, и надо, чем больше молодые люди видят, чем они больше знают, у них больше опыта, мы всегда это приветствуем. С одной стороны. С другой стороны, молодые люди, может быть, иногда даже и не понимают, а зачем им нужен двойной диплом, если диплом Института физики Казанского университета произноется во всем мире. И в этом смысле, если они не меняют свое направление, хотят быть физиками или там инженерами по тем специальностям, то в этом смысле им двойной диплом не нужен. Но программы двойных дипломов дают возможность развиваться студенческой мобильности. А, то есть, ну, быть и там, и здесь, то есть, как бы, обмен студентами. Это обмен студентами, он позволяет и узнать, есть же ведь и какая сторона, так сказать, если слушать только телевизор, можно считать, что там все намного лучше, чем у нас. А тогда, когда студент съездил и увидел, а у нас-то оно лучше. Да, это совсем другая сторона. Это да, значит, здесь он-то убеждается своими, так сказать, глазами, и когда ребята возвращаются там после PHD в Японии, работают в Казанском университете, они понимают. Что здесь есть плюсы, почему они здесь остаются работать и так далее. То есть, это, ну, своя, так сказать, позиция, потому что человек должен иметь возможность выбора. Да, кстати, я сразу же вспомнил австрийцев, студентов, которые у вас проходят здесь практику, и платят за это, насколько я знаю, там даже. Тут, на самом деле, скажем так, не только австрийцы. Эту программу мы сейчас расширили. У нас учатся австрийские студенты, это университет Инсбурга. Да. И третий год у нас были в этом году, вот в этом сентябре месяце, были, 17-го года, это уже третий раз, были студенты Trinity College из Дублина. Ирландцы. Ирландцы. И на самом деле, вот я буквально, так сказать, списывался с Рудольфом Гриммом неделю назад. Это... Руководитель вот этой программы со стороны Инсбургского университета. Да, Австрия. Австрия. Значит, он говорит, что конкурс в этом году выше, чем в прошлом. Примерно, так сказать, конкурс, там полтора человек на место на данный момент. Реально это связано с тем, что приезжает не более 12 человек, а эти 12 человек отбираются непосредственно в Инсбурге. То есть, по сути дела, так сказать, самые, как бы, вот продвинутые те, кто хочет, так сказать, специализироваться в области физики, они сюда приезжают. А с чем это связано? Что, почему Тринити сюда приезжает, ирландцы, а почему австрийцы, что... Значит, вопрос, кажется, достаточно таким, как бы, вот Тринити колледж, там университет более 400-летней истории, да? Да, вот я поэтому и задаю вопрос. Как это так? Как это так? Так, речь идет, прежде всего, вот о чем, что реально не такое большое количество студентов у них обучаются физике. Соответственно, не столь хорошее оборудование под это число студентов в определенных областях. Тогда, когда они имеют возможность пользоваться нашими практикумами, и в этом случае, так сказать, им зачитываются все вот эти вот, ну, так называемые, так сказать, мы работаем в рамках кредитных единиц, они, студенты из Тринити колледжа здесь нам сдают экзамен и возвращаются уже сертификатами туда, то получается, в общем-то, та самая интеграция, которая в нашем мире сейчас, ну, просто-напросто, без которой невозможно. Значит, реально на нашем оборудовании, с нашими преподавателями, ну, естественно, и преподавателями, те, которые приезжают со своими студентами, мы, так сказать, даем то возможность, когда такого оборудования, ну, просто-напросто, значит, нет ни в Тринити. Обучение здесь идет с ними на английском языке? Как языковой вопрос? Ну, языковое, естественно, обучение идет на английском языке, но, значит, проблем с точки зрения там наших преподавателей нет. Нет, ну, я не сомневаюсь, там они английском владели. Поскольку все наши преподаватели работали за рубежом в течение длительного времени и вернулись, ну, в разное время. А с точки зрения студентов, ну, ирландцы, понятно, что английский хорошо знают, а, значит, австрийцы, на самом деле, там тоже достаточно сборная команда, то есть есть американцы, есть украинцы, есть австрийцы, есть немцы, и поэтому там так или иначе все равно международный язык, он все равно английский. Свою берет, да. Да, он это все свое берет, и проблем в этом смысле никаких нет. Так, уже здорово, то есть мы сказали уже то, что в Японии Казанский федеральный университет, кстати, вошел же там даже в решение правительства Японии в числе всех, и вообще я, насколько помню, даже был разговор о том, что Казанский федеральный университет вообще был первый университет, с кем японцы так вообще серьезно начали научный обмен и работать, в принципе, там, как первый проход можно рассматривать. И давайте мы тогда сейчас перейдем еще к одной, возвращаясь к образовательному процессу. Возникал вот этот вопрос, и в проектах он значился, насколько он сейчас в проекте «Островызов», о котором мы говорили, вот «Сириус», этот образовательный, подобно «Сириусу», который есть сейчас. Во-первых, надо объяснить нашим телезрителям, что такое вообще «Сириус» образовательная программа. И вот, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, значит, всем, наверное, сейчас, может быть, уже хорошо известно, я где-то повторюсь, что есть такой центр «Сириус» в Сочи, который был организован под патронажем президента Российской Федерации для обучения особо даренных детей. Он когда образовался вообще? Три года назад. Три года назад. Три года назад, примерно. Значит, в чем наша идея и почему мы об этом думаем? Уникальная возможность, а именно используя обсерваторию имени Василия Павловича Ингельгарда в качестве такой вот площадки. То есть, это уникальное место в лесу, 25 километров Казани, со своим, скажем, таким внутренним историческим климатом, где есть и исторические здания, где есть историческое оборудование, где можно познать, как делались телескопы разных, вообще говоря, времен. Есть современный планетарий. И в этом смысле, ну и плюс нашей традиции в области астрономии, поэтому наша идея, она и заключается в том, чтобы развивать это направление, прежде всего для детей. Астрономия, с одной стороны, она, ну, наверное, не требует столь много кадров, с одной стороны, с другой стороны, начальное знание и любовь к астрономии. И отсутствие боязни к всевышним, верхним силам, которое, так сказать, оно должно формироваться с детского возраста. Человек должен уметь ходить по лесу, понимая, как идти, в том числе и ориентирование. Да, абсолютно. Чисто прикладные земные вещи. Вот это все, значит, то есть, мы как бы планируем развивать, значит, вот в нашем, в нашей обсерватории. И с точки зрения, это как бы астрономическая часть. Но астрономическая часть, она невозможна без, ну, других, естественно, научных направлений. Это означает, что там мы будем делать и по физике, и, так сказать, и кружки, и, так сказать, всевозможное там творчество, связанное там с, ну, радиомоделированием и так далее. И, может быть, вот сейчас есть такой проект, что за счет того, что далеко не везде, есть только очень малое количество мест Казани, где можно там запускать коптеры. А вот если в удаленном, так сказать, мы получим там разрешение, там клуб любителей коптеров, клуб создателей коптеров и другой беспилотной техники, это тоже все планируется. И вот эта вот идея, она, ну, в том числе, под это, значит, это проведение всевозможных фестивалей любителей астрономии, значит, на базе. И вот все это мы, как бы, надеемся, что используя такую интегрированную историческую среду с современными достижениями, нам удастся создать определенные такие вот условия, когда дети будут очень интересоваться астрономией, различными, это и применением астрономии, применением там результатов космической деятельности одно от другого отделять нельзя, поскольку, так сказать... Это будет вообще, как вы планируете, общероссийский, то есть там должны быть, вероятно, места проживания, да? Ну, у нас нарисован ряд проектов, к сожалению, по всем ним там еще финансирование, источники финансирования определены, но мы планируем, естественно, идти на всероссийский уровень, ну, как бы, наша цель это такая. Это интернатного типа, что-то такое будет, да, понимаю? Естественно, нет, ну, смотрите, если объект находится на достаточном удалении отказаний, не интернатного типа, это делать невозможно, поскольку, если дети будут тратить три часа в день на дорогу, это просто нереально. А когда можно погулять в лесу, можно, так сказать, отдохнуть и посмотреть... Ну, там свой микромир, понятно. Там свой микромир, и поэтому именно вот такого типа погружения, это одно из необходимых условий, естественно, проживания интернатного типа. Ну что ж, мы, в общем, подошли к завершению нашей программы, мне кажется, уже обо всем переговорили, хотя не обо всем, конечно, там еще есть много о чем говорить, но, в принципе, в общем, для понимания будущих студентов, для родителей, какое-то понимание, я надеюсь, после этой программы у них останется. Спасибо вам, Сергей Иванович, за такую содержательную, хорошую беседу, и до свидания, дорогие зрители, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова